Привет! Сегодня мы расскажем про самый незаменимый аксуар любого туриста, скалолаза, бегуна и альпиниста. Бандана, баф, гейтер, как только не называют эту супер полезную и многофункциональную вещь. Смотрите наши советы по применению. Баф является самым универсальным носимым средством в туризме. Он более компактный и функциональный, чем кепка, остается универсальнее шапки. Одна и та же повязка на голову хорошо защищает от самых разных природных воздействий, таких как солнце, ветер, жар и холод. Баф может помочь переносить даже сильную жару. При высокой температуре воздуха его можно намочить водой, чтобы лучше охлаждалась голова. Ткань банданы хорошо защищает от солнечного излучения, от сильного нагрева и ожога в коже. Для каждой ситуации есть несколько оптимальных способов применения. Арафатка. Это самый популярный способ носки у походников в теплое время. Проверяем, чтобы аксуар плотно прилегал в затылочной части. Повязка препятствует нагреву головы солнцем, защищает шею сзади. Свободную висящую часть можно сдвигать в стороны для создания тени, в зависимости от направления вашего движения. Не менее популярен способ надевания пиратской банданой. Чуть более эффектный и компактный вариант. Он пригодится, если ваша шея уже защищена или требует большего обдувания воздухом. Летняя повязка. Однослойная, плотно прилегающая ткань, отлично подходит для бега. Превосходно подсушивает кожу в жаркую погоду и дает эффект прохлады. Для наилучшего эффекта бандана должна быть надета без складок и на наиболее открытых участках кожи. Охлаждающий эффект достигается за счет быстрого абсорбирования влаги с поверхности кожи. Не рекомендуем использовать свернутый в несколько раз баф. Хоть он и имитирует повязку, но в жаркое лето или при интенсивном передвижении можно перегреться. Кстати, из одного полноценного бафа также может получиться от двух до четырех укороченных повязок. Конечно же еще бафом удобно защищаться от холодных условий. Для высокой активности вполне может подойти даже неутепленный вариант. Если баф надеть шарфом, то он очень быстро сползет в нижнюю часть шеи. Это подвергнет открытые участки воздействию ультрафиолета, задуванию ветра и потере тепла при использовании в холодной местности. Есть один метод, чтобы это предотвратить. Делаем складку сзади в верхней части бафа и подворачиваем ее внутрь. Все умеют надевать баф балаклавой. Но все ли умеют делать балаклаву с защитой лобной части? Есть небольшая хитрость. Вспоминаем занятие по оригами. Схема прекрасно сочетается как с касками и шлемами, так и держится сама по себе. Есть еще способ двуслойной шапки. Ее можно сделать так, чтобы выглядело красиво и без отверстия на макушке. По материалам бафы делят на легкие и утепленные. Передо мной два легких. Это базовый баф, оригинал. Самая первая разработка компании. Его знают все. Он сделан из эластичной микрофибры. Абсолютно универсальный баф, как на жаркую, так и на прохладную погоду. Если сомневаетесь что выбрать, берите его. Для особо жарких условий есть баф из охлаждающего материала CoolNet. Знакомая нам микрофибра работает по принципу быстро впитал, быстро вывел. Пот вывел, ощущение прохлады оставил. Утепленная серия более разнообразна. Поехали. Флисовые бафы. Тут есть варианты. Полностью флисовый и двойной. Полностью флисовый топ по теплоте. Это самый теплый баф. Второй вариант. Часть флис, часть микрофибра. Плюс двойной конструкции. Комфорт для кожи от микрофибры, если вы надели ей внутрь. А еще если надеть на голову микрофибру, а на шею флис, шея будет тепло, а голова не перегреется. Меринос. Тот самый, из которого делают максимально комфортное, долго сохраняющее свежесть и легкое термбелье. Тут все аналогично. Не колется, отводит влагу, стирать можно чуть реже. Ну и самый непонятный чудо-зверь. Баф с технологией термонет. Это прямолофт, только в виде микрофибры. Теплый, как ваша любимая куртка на одноименном утеплителе. Ну, почти. Компактнее флиса, не продувается, легче и быстрее сохнет. В общем, бафов, как и карабинов, много не бывает. Не только полезный, но и красивый аксессуар можно найти и на Сайке на 4, и в интернет-магазине. До встречи в путешествиях! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова